Друзья, всем привет! Сегодня я приехал еще раз в Академию Бостик. Недавно мы снимали видеоролик про клея-герметики в этом кабинете. Андрей, добрый день! Привет всем! Сегодня мы хотим сделать акцент вот на такую систему. Называется она панель так. Это система для приклейки каких-то фасадных материалов с помощью клеев и лент на деревянную либо металлическую обрешетку. Более подробно Андрей сейчас нам про эту систему расскажет. Да, друзья, всем привет! Действительно, клеевая система PanelTag это универсальное решение для приклеивания любых фасадных панелей на любые основания. Обрешетка может быть как из дерева, так и из металлических профилей. При этом эту же систему можно использовать не только для именно фасадных решений, но и для монтажа, например, декор панелей на различного рода основания. Например, если вы делаете забор или еще какие-либо элементы. Система достаточно простая с точки зрения, как говорится, исполнения. То есть не нужно никаких поэтапных работ, нанес, несколько часов подождал и так далее. Все, что нужно, это грамотно подготовить основания и дальше, соответственно, применить все продукты поэтапно. В систему входят такие решения, как клей, такие решения, как очистители, такие решения, как лента. Есть еще несколько праймеров, которые позволяют выполнить, скажем так, более надежную и такую качественную подготовку именно металлических элементов. Потому что на них могут быть различного рода окислы, которые могут затруднять процесс адгезии. При этом праймер, например, который предлагаем мы, PREP G+, он еще и подкрашивает металлический профиль, как здесь это видно. Он черного цвета. И что дает такой эффект декоративный. Соответственно, зазор, который вы оставите между панелями, для того, чтобы панели, безусловно, при нагреве, солнечном цвете и так далее, будут деформироваться. Его просто-напросто мы не замечали. Соответственно, грунтовка выполняет сразу вот эти две функции. Сегодня мы будем клеить вот на такую подготовленную, скажем так, обрешетку. Она у нас импровизированная. Здесь, как вы видите, зафиксированы направляющие деревянные, купленные просто в строительном магазине. Что хотелось бы отметить. Для того, чтобы клей работал правильно, очень важным элементом является убрать все возможные разделяющие слои. Например, вот эта деревяшка, за счет того, что она может очень долгое время лежать в магазине и так далее, ее, безусловно, производитель обрабатывает различного рода антисептиками. Если вы сомневаетесь, обработано дерево или не обработано, есть очень простой способ, чтобы это проверить. Это просто увлажните, например, это основание и пронаблюдайте. Традиционно любое основание, которое впитывает влагу, оно просто потемнеет. И вы это как бы визуально увидите. Основание, которое чем-то обработано, где заблокированы, собственно, поры, оно впитывать влагу не будет. Ну, вот здесь, например, мы увлажняем. Мы видим, что вода стекает полностью, не оставляя никаких темных пятен. В итоге это нам говорит о том, что здесь есть разделяющий слой, который рекомендовано убрать. Зачем? Для того, чтобы клей заработал правильно, у клея есть сразу несколько, как говорится, таких возможностей. Он и проникает в структуру основания или элементы, которые вы приклеиваете. Ну и за счет своих, как говорится, добавок, пластификаторов, в которые входит его состав, адгизируется к поверхности и начинает все это дело прочно держать. Вот здесь вот у нас есть разделяющий слой, как мы сказали, который нужно убрать. Что делать, если мы работаем в летний период времени? У нас в ассортименте есть вот такой вот продукт, называется Bosti Cleaner. Это универсальный очиститель на основе изопропилового спирта, который отлично работает по всем поверхностям. Самое главное, что он нейтральный, то есть он ни в коем случае не корродирует, например, не приводит к коррозии металлов, если мы говорим о них, или ни в коем случае не деформирует какие-то деликатные поверхности. Но при этом, собственно, очищает поверхность достаточно эффективно и делает ее, скажем так, подготовленной для дальнейшей работы с клеями, лентами, ну и всем тем, что вы будете наносить дальше на подготовленные основания. Есть также вот такой очиститель, в нашем ассортименте он в первую очередь предназначен для пенополиуретана, здесь так и называется. Но фишка этого очистителя заключается в том, что он работает при температуре от минус 10 градусов, то есть его можно спокойно использовать в зимнее время. При этом этот очиститель оборудован, собственно, клапаном за счет того, что внутри есть газ, что позволяет, собственно, распылять его на большую поверхность, ну и, собственно, тем самым упрощать себе же задачу. То есть у вас и какие-то элементы слабодержащие сразу сдуются за счет того, что газ под давлением будет выходить. Ну и плюс входящий в состав ацетон также обезжирить, собственно, основание. Вот таких два клинера. Сейчас мы будем использовать вот этот клинер для летнего, собственно, использования. Что нужно сделать? Просто вскрываем упаковку. Далее берем, собственно, губку, наносим необходимое количество очистителя на инструмент, с которым мы будем работать и с помощью этого просто-напросто очищаем поверхность, на которую в дальнейшем будем наносить наш клей. Сохнет очиститель очень быстро. Обычно в стандартных условиях, ну, как сейчас, например, около 20 градусов на 23, может быть, соответственно, высыхание составит буквально 5, максимум 7 минут. То есть много ждать ничего не нужно. Вы нанесли, собственно, клинер в несколько движений. Желательно даже минимальное количество этих самых движений совершить. Почему? Потому что если здесь есть какая-то грязь, да, которую мы можем не заметить, мы за счет вот таких движений будем ее просто размазывать. Соответственно, в одно движение, в одну сторону мы тем самым убираем все вот эти загрязнения, разделяющие слои и тем самым подготавливаем эту самую поверхность. Все. Мы нанесли наш клинер. Осталось немножко подождать. Как раз это время мы потратим с пользой для того, чтобы дальше рассказать, собственно, о следующих элементах. Первым элементом, который работает в этой системе и вступает, скажем так, в бой, является вот такая лента. Лента универсальная за счет того, что имеет двустороннюю клеевую сторону, с помощью которой мы можем зафиксировать, в принципе, достаточно тяжелый вес. Зачем она нужна в этой системе? Ну, в первую очередь, она решает задачи, если мы говорим не о работе с клеем густым. Например, следующим, что я взял и начал бы применять, был бы клей для фасадных панелей. Этот клей относится к очень густым и, соответственно, его клеящая способность может достигать 400 кг в квадратный метр. Если мы говорим о более легких элементах, например, которые не требуют применения такого вот хай-так клея, то лента в этой ситуации будет выступать как раз, ну, такой первой линией обороны, то есть она на себя будет брать основную нагрузку и удерживать собственный элемент. Например, в нашем ассортименте есть вот такого рода клей, называется он Bostik H565, и этот материал мы можем применять не только в качестве, например, приклеивания, но и герметизации, например, каких-то элементов, которые требуют применения, собственно, эластичных составов. При этом этот продукт у нас есть в нескольких цветах. Клей для фасадных панелей только в одном цвете, он черный. Что еще хотелось бы добавить про эту ленту? Она имеет толщину, это вот можно посмотреть. Соответственно, вот клеевой валик, вот этот вот, он будет именно вот такой вот толщины. Толщина здесь 3 миллиметра. Зачем, собственно, именно вот эти 3 миллиметра? Для того, чтобы обеспечить толщину слоя, который в дальнейшем будет обеспечивать эластичность клею, который вы используете, будь то Bostik H565 или клей для фасадных панелей. У такого рода составов как раз вот этот показатель толщины и является, ну, как бы определяющим. Если сделать с лентой, то работать такая система будет в диапазоне температур от минус 40 до плюс 90 градусов. Это ее стандартный, скажем так, диапазон. При этом мы проверяли клея на более серьезные нагрузки, и они подтвердили свою возможность работы при температуре от минус 60 градусов, ну и, соответственно, верхний предел плюс 180 градусов. То есть в этом диапазоне клей не разрушается. Безусловно, если эта нагрузка будет, ну, скажем так, долговременной, то, конечно же, это приведет к каким-то изменениям в клее. Но традиционно в, скажем так, в нашей зоне климатической, где мы проживаем, чаще всего как раз минус 40, это, ну, ниже не опускается, и выше плюс 90 поверхности даже в жаркий период времени не нагреваются. Даже, например, асфальт при температуре 35 нагревается максимум до 70 градусов. Ну, сами понимаете, что фасадные элементы, если они светлые, то до такой температуры не нагреется. Все, соответственно, следующим этапом, как я и сказал, мы будем использовать ленту. Лента у нас имеет вот такой защитный слой. Здесь красивый нанесен геккон. Кстати, небольшой такой историческая справка. Геккон является нашим символом. Он у нас есть везде, на всех логах. Почему? Потому что геккон ко всему прилипает. Ну, как, собственно, и делают наши клеевые решения, которые выполняют отличную такую функцию и упрощают жизнь различных, как говорится, пользователей наших. Следующим этапом мы приклеиваем ленту. Что касается приклеивания ленты. Здесь очень важно, собственно, ее просто-напросто нанести таким образом, чтобы она не была, скажем так, на самом краю панели и так далее. То есть, если у нас есть вот уже заранее обрешетка, здесь мы установили шаг от центра к центру 40 сантиметров или 400 миллиметров. Соответственно, этот шаг нам позволяет зафиксировать панель таким образом, чтобы, ну, как говорится, скрыть, да, всю эту самую обрешетку. Так вот, если мы будем клеить ленту, допустим, в край, то, естественно, есть риск того, что мы, как бы, будем ее там в дальнейшем замечать. Поэтому ленту, конечно же, нужно клеить таким образом, чтобы она была ближе к центру, собственно, панели, чтобы не выступать попросту. И все. Поэтому ленту мы будем клеить вот сюда. На крайние, собственно, части этих самых направляющих. Для того, чтобы приклеить ленту, нет ничего сложного. Нам нужен лишь нож для того, чтобы обрезать ее в нужный момент. Ну и, собственно, наши руки. Больше ничего. Еще важный момент. Так как мы будем клеить панели, несколько панелей друг за дружкой, здесь важно отметить, что, как я уже сказал, панели при перепадах температуры и влажности будут деформироваться. Соответственно, мы оставим тепловой зазор. Естественно, в этом тепловом зазоре мы будем видеть все, что у нас там есть. Если мы будем работать сплошной, да, то есть оставим ленту, нанесем клей сплошным слоем и так далее, то мы будем замечать или нам придется убирать эти излишки и так далее, чего, как бы, хочется всегда избежать. Поэтому нужно работать, предусмотрев это, нужно работать таким образом, чтобы, как говорится, зазор оставить. Также мы рекомендуем наносить все слои строго вертикально. Да, то есть и ленту, и клей, который в дальнейшем будет применен, будем наносить именно вертикально. Почему не горизонтально? Ну, во-первых, мы говорим о системе вентилируемой. Соответственно, за приклеенным элементом и вообще за всей этой системой будет происходить циркуляция воздуха. Как только мы создаем какой-либо горизонт на поверхности, да, то есть некий барьер, естественно, вся циркуляция останавливается. Поэтому, чтобы это избежать, только строго вертикально, и тогда все у нас будет работать. Ну, соответственно, начинаем наше приклеивание. Мы берем нашу ленту, фиксируем ее на основании, доводим до той отметки, где у нас должна заканчиваться панель и, собственно, обрезаем. Больше ничего. Дальше, соответственно, просто как и при приклеивании, при работе с любым скотчем, рулоном и так далее, мы просто хорошенько прижимаем для того, чтобы лента хорошенько активировалась. Тот слой, который нанесен на, клеевой слой на ленту, он работает как раз лучше, когда обеспечивается хороший прижим. Это так называемые клея, активируемые давлением. То есть их активация происходит за счет того, что вот мы хорошенько нажали, и все, и он, соответственно, начал свою работу. Видно, что лента уже начинает держаться. Прочность такой ленты достаточно высокая, но срок службы за счет того, что панель будет деформироваться, сюда будут попадать осадки и так далее, имеют некие ограничения. Поэтому, конечно же, на одной ленте все приклеить нельзя. Поэтому здесь будет нанесен еще клеевой слой, который будет обеспечивать нам, собственно, долговечность работы всей системы. Вот вкупе с таким клеем, соответственно, вся система может прожить не меньше 25 лет. То есть сам по себе полимерный состав не будет разрушаться. Лента на первоначальных этапах будет обеспечивать начальную клеечеспособность, плюс давать вот этот зазор с течением всего срока службы клея. Ну и все у нас будет работать. Соответственно, 25 лет такая система точно проработает. Продолжаем наше приклеивание. Соответственно, наносим второй слой ленты. Я оставляю вот этот самый зазорчик, который у нас будет тепловым. Небольшой вопросик. Давай. Если у нас доска необработанная, то клеенером обязательно надо будет проходить? Отличный вопрос. Что касается работы с, скажем так, неподготовленными поверхностями, на которых нету никаких разделяющих слоев, мы в этом на 100% уверены. Клеевая система, которую мы предлагаем, она на основе гибридного полимера. У гибридов есть огромное количество преимуществ, и одно из них заключается в том, что эта технология называется беспраймерной. То есть она не требует никаких подготовительных действий при работе с чистыми материалами. Ну, допустим, будет древяшка или металл, соответственно, или минеральная поверхность. Ко всему этому гибрид хорошо адгезируется. В этом случае мы наносили клинер только для того, чтобы убрать вот эти вот как раз слои, которые разделяют само основание дерева и в дальнейшем наш клей. В этой ситуации нам клинер понадобится. Вот как раз если не обработанное дерево, то клинер использовать не обязательно. Дальше продолжаем. Клеим, соответственно, с другой стороны нашу ленту. Также обрезаем. Как видите, минимальная на самом деле у нас потребность. То есть мы очень достаточно все легко и просто. То есть любой человек практически с минимальной подготовкой может выполнить эту работу. Что касается приклеивания строго по вертикали или еще как-то, если вы даже сделаете небольшое отклонение, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы лента как раз задавала вот этот самый зазор. Все, мы приклеили ленту. Соответственно, ее можно отложить. Здесь у нас есть защитный слой, как я и сказал, который закрывает клеевой слой, который там под ним, от попадания на него пыли, грязи и так далее. Потому что клей должен работать непосредственно с основанием. Что мы делаем следующим этапом? Следующим этапом мы будем наносить клей. Но перед этим нам нужно задуматься о том, что мы будем клеить. Вот здесь у нас панели фиброцементные, которые мы сегодня выбрали к нам на тестирование. Вот что касается их. За счет того, что такого рода панель в принципе является отличным решением для клеевых составов, так как они работают с такого рода основанием. Здесь самое главное убрать с оборотной стороны пыль, грязь, все то, что может также навредить конечной прочности этой самой системы. Поэтому здесь также можно использовать те же самые клинеры, которые мы вам уже продемонстрировали. Также берем нашу кубку и убираем всю эту пыль, грязь. Здесь разделяющих слоев в виде каких-то пропиток и так далее нет. Поэтому здесь исключительно мы просто-напросто очищаем нашу поверхность, более ничего не делаем. Также в одно движение, как я и рассказывал. Вторую панель и, собственно, приклеиваем. Все, мы подготовили. Дальше можно приступать к нанесению клея. Как раз мы пока его нанесем, клинер уже испарится и панель будет у нас чистенькой. Берем наш клей. Клей упакован вот в такую фольгированную упаковку. Она в простонародье называется колбаса. Здесь есть стикер с полноценной инструкцией. Клей густой. Поэтому для того, чтобы его хорошенько нанести, нам нужен, скажем так, инструмент такого хорошего типа. То есть не используйте, это мой вам совет, самые дешевые виды инструментов. Лучше выбирайте, как говорится, пистолет помощнее. Если у вас есть возможность использовать инструмент с электрическим приводом, это вообще замечательно. То есть вы, как говорится, не потратите много усилий. Ну или с пневмоприводом, тут тоже это возможно. Мы будем использовать обычный пистолет. Соответственно, пистолет вот такой вот, цельнометаллический он называется. Здесь нет никаких, как говорится, излишеств в нем. В нем все достаточно легко и просто. Соответственно, здесь есть вот такой шток, поршень, который будет толкать наш клей и удавливать его в дальнейшем. Для того, чтобы заработала, собственно, эта вся система, что еще важно отметить. Клей рекомендовано наносить треугольной полосой нанесения. Что такое треугольная полоса? Ну, во-первых, для того, чтобы ее получить, лучше использовать заранее сформованный носик. Носик выглядит следующим образом. Вот здесь вот есть такой V-образный вырез. Мы уже показывали на предыдущих встречах с Пашей о том, что у нас есть клеевые решения. Например, бостик-мамут, которые тоже в комплекте имеют, собственно, эти самые носики. Такой носик, в принципе, можно получить и вручную, взяв просто обычный традиционный конусообразный носик и вырезав из него, собственно, вот эту самую форму. Ничего сложного в этом нет. Просто срезаем нос, как мы традиционно подготавливаем под любую герметизацию и делаем вот такую галочку вырез V-образный. Что делаем в дальнейшем? Заряжаем наш, собственно, нашу колбасу в наш пистолет. Берем тот же самый ножик, с которым мы уже работали. Вскрываем нашу упаковку. Причем здесь неважно, какой стороной вы зарядили. Ну, если вы вдруг сомневаетесь, правильно вы это сделали. Вы точно сделали правильно. За счет того, что у колбасы нет ни начала, ни конца. Соответственно, вскрываем упаковку, устанавливаем наш уже заранее сформованный носик, как я сказал, и устанавливаем назад гайку, без которой не обойтись, к сожалению. Все, наш клей заряжен. Что дальше делать? Обратите внимание, как я буду держать. Мы держим таким образом, чтобы вот этот V-образный вырез смотрел кверху. Ну, то есть, если мы держать пистолет будем вот таким вот образом, то он должен смотреть вон туда. Для чего? Для того, чтобы сформовать вот этот самый треугольный валик. Если мы будем наносить вот таким вот образом в горизонте, то мы будем пистолет держать строго перпендикулярно к этому основанию. Если мы будем наносить вот в такой плоскости вертикальной, то мы будем держать перпендикулярно к этому основанию, для того, чтобы получился клевой валик правильной формы. Обратите внимание, как я буду делать. Ну, во-первых, мы делаем некоторый отступ от нашей ленты. Почему? Для того, чтобы клей в момент, когда мы будем прижимать панель, будет распределяться. То есть, расплющиваться. Вот этот клеевой валик в момент нанесения будет иметь в основании порядка 9 мм. То есть, вот здесь он срезан таким образом, чтобы обеспечить вот эту, собственно, 9 мм ширину основания. Соответственно, после распределения вот эта вся клеевая полоса будет примерно на уровне 2,5 см. Это очень отлично видно как раз вот на этом выкрасе. Можно, Паш, тебя? Соответственно, вот здесь видно, да, как клеевой валик расплющивался. Ну и, соответственно, вот он увеличивался. То есть, здесь вот эта ширина примерно под 2,5 см. Соответственно, что нужно предусмотреть? Нужно предусмотреть, чтобы вот это расстояние от ленты до центра валика было, ну, хотя бы не менее 1,5 см. То есть, это не очень много, но все-таки его нужно обязательно соблюдать. У нас здесь профиль позволяет. Соответственно, мы можем наносить и подальше, для того, чтобы не рисковать. Что мы делаем дальше? Мы экструдируем наш клей. Клей, обратите внимание, такого насыщенного черного цвета. Соответственно, наносить мы клей будем таким образом, чтобы также он у нас не выступал за пределы приклеенного элемента. Мы нанесли клей. Видно, валик у нас тексатропный. Он никуда не денется. То есть, соответственно, он у нас держится. Работать с этим клеем нужно, ну, не то чтобы быстро, но и немедленно. То есть, у него есть так называемое рабочее время. Как работает такого рода клей? Вот здесь мы будем сколько угодно нюхать, мы не почувствуем запаха вообще. Он из себя ничего не выделяет. То есть, из него не испаряется сейчас ни растворитель, ни вода. А он присоединяет. Присоединяет он влагу из воздуха. Ну, то есть, если мы работаем в период, когда у нас, скажем так, достаточно сухой воздух, скорость реакции немножко падает. Если мы говорим о влажном воздухе, то скорость реакции немножко возрастает. Так вот, время пленкообразования здесь составляет, ну, в среднем 15-20 минут. В зависимости, конечно, от условий, в которых мы работаем. Естественно, вот в этой ситуации, если мы говорим о каких-то фасадах, где у нас большой поганаш, нужно это учитывать. Что мы на одну панель, мы, скорее всего, успеем нанести. Но если мы говорим о двух панелях, например, крупных панелях, то здесь уже есть риск того, что уже клей начнет полимеризоваться и останется вот эта самая пленочка. Продолжаем. Нанесение. Как вы видите, я формирую вот этот треугольный валик. Еще что важно отметить. Вот эта 9-миллиметровая высота, точнее, ширина в основании, она примерно такая же, как и высота этого самого валика. Ну, понятно, там плюс-минус есть некоторые отклонения. Но зачем нам нужна, во-первых, эта высота? Для того, чтобы, когда мы будем сейчас прижимать панель, валик будет таким образом распределяться, что не будет вовлекать в соединение никакого воздуха. Вот это не вовлечение воздуха гарантированно приведет к максимальному контакту между склеевыми материалами. Прочность этого клеевого валика после высыхания достигает порядка 3,5 мегапаскаль. Или в переводе на, скажем так, всем понятные цифры, около 35 тонн на квадратный метр. Этот клеевой валик выдерживает до момента, пока его не разорвет. Соответственно, чтобы у нас все заработало правильно, вот такие рекомендации. Подготовка поверхности, собственно, клеевой валик правильной формы. Ну и, собственно, дальше выдержать время, не передержать его, скажем так. Так, продолжаем. Наносим, соответственно, следующий, на следующий элемент. Есть вопрос у меня. Давай. 35 тонн на 1 квадратный метр, это как? Это максимальная прочность. То есть весь квадратный метр должен быть замазан этим клеем. И тогда, вот чтобы оторвать, что ты приклеил, допустим, тебе нужно приложить нагрузку в 35 тонн. Ну, например, если мы говорим о приклеивании панелей на фасад, безусловно, никто квадратный метр не замазывает. То есть наносится клеем именно вот таким вот образом. В итоге здесь площадь вот этого клеевого валика, как я и сказал, 2,5 сантиметра в ширину, ну и пускай там 15 сантиметров в длину. То есть мы, если посчитаем, то мы получим достаточно небольшое количество квадратных сантиметров, которые здесь получат. Их будет там около, ну, даже меньше сотни. То есть это гораздо меньше, чем квадратный метр. Но за счет своей вот этой огромной прочности панель может достигать веса, да, там и 60 килограмм быть и так далее. Она будет, а, держаться сразу же, да, то есть мы ее приклеим, и она будет висеть. И, б, ветровая, снеговая нагрузка, перепады температуры и так далее будут вызывать деформации гораздо меньшие, чем прочность этого самого клея. Ну, то есть он будет выдерживать все вот эти вот неприятные вещи для панели. Все, соответственно, мы нанесли наш клей. Что делаем следующим образом? Мы удаляем как раз тот самый защитный слой, который имеется на нашей ленте. Удалять его тоже достаточно просто. Все, защитную ленту мы удалили. И начинаем монтаж нашей панели. Как мы будем монтировать? Мы будем монтировать традиционно, как это происходит чаще всего на объектах, снизу вверх. Соответственно, у нас есть уже отметки, да, по которым мы будем, собственно, равняться и следить. Ну, вот, что мы делаем дальше? Мы, смотрите, докоснулись до клевого валика. Что мы делаем дальше? Мы выравниваем панель, да, относительно монтажного положения, которое мы хотим, собственно, зафиксировать. И до момента соприкосновения с лентой вот это важно сделать. Потому что как только вы соприкоснетесь с лентой, все, уже сдвинуть панель будет достаточно проблематично. Что нужно будет сделать, если вы поняли, что вы ошиблись? Ну, просто попытаться оторвать и заменить, соответственно, все те слои. Что еще важно? За счет того, что клеевой слой у нас имеет некую толщину, ее будет вполне достаточно, чтобы снивелировать некоторые перепады. Если перепады по, собственно, рейкам у вас будут, там, порядка двух-трех миллиметров, ну, это не страшно. Соответственно, у клея есть запас для того, чтобы снивелировать все эти перепады. Все, соответственно, дальше мы дожимаем до панели. Здесь у меня уже соприкоснулось, здесь у меня тоже соприкоснулось. Все, панель у нас уже начинает держаться. Соответственно, сдвинуть ее вниз, там, вверх, вбок и так далее уже невозможно. Только надо разрушать все это клеевое соединение, всю эту, как говорится, ленту отрывать и так далее. Панель начинает держаться, берем нашу вторую панель, ну, и, собственно, монтируем. Для того, чтобы этот зазор у нас был всегда одинаковый, конечно же, традиционно предусматривается установка, ну, каких-либо проставышей, спейсеров, да, которые будут нам задавать, собственно, этот самый шаг. Мы сейчас работаем без них, так как это демонстрационное видео, но просто об этом нужно помнить. Как и при укладке плитки, здесь то же самое. Мы коснулись клеевого валика, посмотрели, все ли у нас ровно, ну, и, собственно, зафиксировали. Все, мы коснулись ленты в обоих случаях. За счет того, что клей густой, это достаточно, ну, так, скажем так, продавливать такие вещи. Нужно прикладывать хорошие усилия. Все, панель начинает держаться, то есть уже, даже сейчас, в принципе, вот она, пожалуйста, уже смонтированная система. Понятно, что она еще не выдерживает той максимальной нагрузки, на которую она способна. Она ее начнет выдерживать примерно через 24 часа. За счет того, что у нас основание пропускает влагу, за счет того, что воздух заходит, собственно, за панель, клей будет 100% отверждаться. Как я и сказал, он отверждается за счет реакции влага воздуха. И скорость этой реакции порядка 3 мм в сутки. Это, если мы говорим о применении клея при плюс 5, да, мы вам показали, собственно, клинер, мы вам показали сам по себе клей. Но, а что делать, если у нас на улице минус 10? Все то же самое, только выбираем немножко другие составы. По очистителю мы уже немножко поговорили. Это очиститель полиуретановой пены, который работает тут минус 10 градусов. И вот как раз клей 565. Он не обеспечит той же густоты. Но он такой же тексотропный, то есть его также легко будет нанести треугольным валиком. А за счет ленты, которая также должна быть использована в этой системе, панель также начинает держаться. Поэтому, если мы говорим о чрезмерном весе панели, как я и сказал, там килограмм 60, например, что мы будем делать? Мы просто-напросто количество, собственно, точек соприкосновения просто будем увеличивать за счет уменьшения шага. Ну, меньше 40 делать, конечно, не рекомендовано. Бывает ситуация, когда делают 30 сантиметров шаг. Но, соответственно, для тяжелых панелей, да, это допустимо. Ну, в этом случае, вот для такого рода панелей, примерно такой же, да, плотности и веса, здесь, собственно, нету никакой серьезности. Поэтому можно, собственно, шаг оставить 40, и все будет точно у нас держаться. Тогда мы будем, как я и сказал, при минус 10 использовать другой тип клея. Это именно H565. Он работает при температуре от минус 10 градусов, как, собственно, и наш очиститель. Ну, а для того, чтобы показать, какая прочность на выходе у нас получается, у нас здесь вот заготовлена тоже такая же система. Мы будем работать здесь уже без ленты. Эта система подразумевает, скажем так, проверку на прочность после высыхания. Как мы будем действовать? Вот у нас есть та же самая рейка, на которую мы только что приклеили нашу панель. У нас есть вот такие вот грибочки. Мы их так называем. Есть вот такой прибор. Прибор называется адгезиметр. Местного, кстати, производства. Челябинский завод, прибор строительный, выпускает. Называется ПСО МГ-4. С помощью этого адгезиметра можно померить прочность на отрыв до 5 кН. Это достаточно высокая нагрузка. Соответственно, можно отрывать вот эти грибки от основания и измерять, какая прочность потребовалась, собственно, для этого самого отрыва. Как мы будем работать? Мы также сейчас подготовим нашу деревяшку, так как мы там работали через клинер. Здесь тоже будем работать через клинер, чтобы все у нас было чисто. А можем даже поэкспериментировать. Кстати, предлагаю это сделать. Например, взять половину деревяшки, обработать клинером, а половину деревяшки не обрабатывать клинером. У нас 4 грибка. Один мы приклеим на клей для фасадных, второй на 565. Только одни у нас будут приклеены на деревяшки с клинером, другие на деревяшки без клинера. Согласны? Давайте поработаем. Напоминает рекламу про зубную пасту. Есть такое дело, да. Только мы тут не яйца мажем, да, а, как говорится, клеим нормальные вещи. Итак, обрабатываем, да, часть нашего дерева этим самообезжиривателем. Как там было в рекламе? А вторую часть я ничем не обработал, да? Цептовал. Да. Собственно, что я еще хотел добавить? При нанесении, что мы будем делать? Мы будем распределять клей шпателем. Я выбрал самый обычный шпатель, который у меня оказался под рукой. Он имеет вот такой вот треугольный гребень. Ну, это на самом деле паркетный шпатель. Но для чего я выбрал именно его? Для того, чтобы задать так называемый расход. Дело все в том, что если мы сейчас нанесем сюда клей вот такой же полосой треугольник, как я это продемонстрировал, то в момент распределения, соответственно, приклеения этого гребка мы, собственно, большую часть клея выместим. Безусловно, у нас будут такие излишки. Это не совсем удобно и красиво. Нам важно увидеть, что в одинаковых условиях, вот, например, здесь клей для фасадных панелей и здесь клей для фасадных панелей с одинаковым расходом покажут какие-то результаты, о которых мы узнаем через сутки. Безусловно, клей нужно высохнуть. Соответственно, мы распределим клей этим самым шпателем, тем самым задав этот расход, ну и все будет у нас ровно и одинаково. Итак, клей для фасадных панелей у нас мы не вынимали. Он у нас находится вот в этом, собственно, пистолете. Продолжаем нанесение. Нам много клея не нужно для такого валика. Дальше мы что, берем наш шпатель. Вот таким ровным слоем распределяем по этой самой поверхности. Тем самым мы задали этой самой гребне. Дальше мы берем наш грибок, уже заранее сформованный, фиксируем его на этом самом клее. И через 24 часа, как я и сказал, мы попробуем дернуть и удалить, и, собственно, измерить, какое усилие необходимо. Ну и то же самое делаем на этой стороне. Так же распределяем наш клей. Так же фиксируем наш грибочек. Так, все. Здесь мы подготовили. Следующее, что мы будем смотреть, это клей H565. Кстати, небольшой такой лайфхак. Для того, чтобы вы не использовали, собственно, эту всю колбасу, что делать в дальнейшем? Как ее можно использовать далее? Мы просто-напросто выдавливаем вот таким вот образом, чтобы частично клей выступал за пределы этого самого носика. Скидываем, безусловно, давление в этом самом пистолете. Откручиваем гайку. Только откручивайте аккуратно, чтобы у вас, как говорится, не провалился туда вся колбаса, потому что часть клея вы уже выработали, и колбаса стала немножко меньше. Снимаем эту самую гайку. Достаем нашу колбасу. Вот она. Она никуда у нас не делась. Мы можем ее оставить, храниться в таком вот виде. Хранение будет где-то примерно в течение двух недель, что нужно сделать в дальнейшем. Мы берем за этот кончик, который у нас получился, вытаскиваем его. Ну и, собственно, у нас в носике остается свежий материал. Больше двух недель я не рекомендую хранить, потому что при нормальных условиях все равно такого рода система не обеспечивает полноценной герметизации. Влага, все остальное начинает попадать туда, и клей начинает полимеризоваться уже дальше в упаковку. Конечно, такие вещи нужно вырабатывать сразу же, поэтому рассчитывайте. Расход примерно с такой колбасы, вот нанесение именно таким, каким я показывал, достигает порядка 15 погонных метров. Ну, то есть, несложно рассчитать, какая у вас длина по рейкам, сколько вы будете приклеивать вашу фасадную панель, ну, соответственно, одна колбаса на 15 погонных метров через вот такой V-образный носик. Следующее, что мы берем, это наш клей как раз H565. Будем работать с ним. Также мы, собственно, заряжаем его в наш пистолет. Вскрываем нашу упаковку. Смотрите, внимание, как я сказал, клей также густой, то есть, он, видите, не течет, как бы я ни старался, да, он у меня там из-за этой упаковки никуда под собственным весом не денется. Устанавливаем наш носик. Здесь носик можно использовать, в принципе, и круглый. Здесь таких ограничений нету за счет того, что этот материал может использоваться, как я сказал, не только как клей, но и как клей-герметик, да, то есть, как и герметик. То есть, помощью него можно, например, работать по обычной герметизации. Например, очень многие используют этот продукт для установки стекол при фахтровом остеклении. Соответственно, также срезают нос, ну и дальше используют его как герметик, заполняя им шов. Что дальше нам нужно сделать? Этот носик, собственно, мы срезаем под ту ширину шва, которую нам бы хотелось получить. Я срезал просто на глаз. Дальше, соответственно, мы также будем испытывать на адгезию, поэтому также наносим, собственно, вот сюда. И при этом, обратите внимание, за счет того, что мы сейчас дальше будем также распределять шпателем, мы получим тот же расход. Соответственно, мы будем их в одинаковых условиях, эти клея, тестировать. Здесь та же самая система по поводу лайфхака, да, то есть, мы также выдавливаем небольшое количество клея для того, чтобы, как говорится, клеев дальше не полимеризовался, ну, собственно, в носик, и, как говорится, держался у нас как есть. Берем наш шпатель. Чистой стороной будем распределять. Сейчас вот такой сделаю, такой вот углубит. Распределяем клеевой слой по поверхности. Все, получились у нас клеевые гребни. И устанавливаем наши глипки. Оставляем на 24 часа. Завтра дернем, и все будет понятно. Большое спасибо. Смотрите видео. Спасибо большое. Друзья, ну, вот такой, наверное, длинный видеоролик получился. Сделаем тайм-коды, чтобы вам было проще смотреть. Надеюсь, информация, которую сегодня мы для вас сняли, она была полезна. Подытожить, если наш видеоролик на сегодня, то фиброцемент смотрится у нас вот так вот. Всем пока. Спасибо большое за внимание. Берегите себя, не болейте. До свидания. Так, ну, а сейчас, наверное, то, что вы хотели бы больше всего увидеть, это то, как будет чувствовать себя материал спустя сутки. Будем проверять его на разрыв. Что и требовалось доказать. Как мы видим, отрыв у нас идет с затруднением. Оп, что и требовалось доказать. Клей остался на поверхности. Лента частично на поверхности, частично на фиброцементной панели. Пробуем дальнейший отрыв с другой стороны. Итак. Панель попросту разламывается. Обратите внимание на то, каким у нас получился отрыв. Что касается верхней панели, то есть здесь боюсь, что она просто сломается боковом, поэтому попробуем открывать сбоку. сбоку. Лучше даже было бы, конечно, посередине. Да, что называется отрыв хруста. Теперь, опять же, отрыв панели у нас будет идти с затруднением. Но что могу сказать из того, что у нас получилось, данная панель в системе PANELTAG ведет себя абсолютно прочно и надежно, поэтому вам не страшны не перепады температур и какие-то другие воздействия, так скажем, внешней среды. Собственно, каким образом мы проводим тестирование на адгезию? Смотрим. Главное, чтобы у нас три ножки нашего адгезиметра были на основании, плотно зафиксированы. Включаем наш прибор. Выставляем значение, которое нам необходимо. В данном случае это грибок диаметром 25 мм. Прибор автоматически настраивается и теперь мы проводим такие манипуляции до того, пока у нас не поднимется наш грибок. Грибок у нас поднялся, значение зафиксировалось в килоньютонах. Дальше мы его переводим уже в мегапаскале. Получается, что в мегапаскалях суточная адгезия, клея для фасадных панелей, которые мы обработали с помощью клинера, будет 1,75 мегапаскалей. Давайте проверять уже на H565. Итак, касаемо H565. Опять закрепили наш адгезиметр. он у нас плотно стоит на основании. Начинаем проверять адгезию. Чтобы вам было видно, грибочек у нас поднялся, то есть все адгезия у нас зафиксировано. Таким вот образом это выглядит на основании самого грибка. значение 400 0,4 кН. Переводим данное значение в мегапаскалей и мы получаем 0,9 мегапаскалей. Это суточная адгезия грибочек H565 с учетом обработки клинером через сутки. Ну и, как говорится, не отходя от кассы, проверяем ту же адгезию у H565 но без обработки клинером. То есть без обработки клинером у нас получается 0,47 кН. Переводим данное значение в мегапаскалей и получаем примерно то же самое 0,9 мегапаскалей. И последнее это у нас клей для фасадных панелей без обработки клинером. Что мы здесь получаем? Мы получаем 0,838 кН. Переводим данное значение в мегапаскалей и это у нас 1,7 мегапаскалей. Обратите внимание на то, как у нас оторвался материал в сравнении с клеем для фасадных панелей и с H565. Собственно, какое краткое резюме можно сделать потому, что вы сейчас увидели. Как вы видите по цифрам, все-таки обработка с клинером показала больше результат. Поэтому, если вы хотите добиться максимальной адгезии, вы должны обезжирить, обеспылить поверхность, прежде чем наносить клей. Это гарантия того, что у вас будет отличная адгезия. отверстие. Продолжение следует... Продолжение следует...